Друзья, ролик получился очень угарным. Если наберем соточку лайков, как обычно, то сниму для вас продолжение. Приятного просмотра. Собственно, я бы... Я сейчас что сделал? Я полил реку? Приветствую, господа, с вами Тимпоз. И сегодня в нашем обзоре будет игра по названию Старда Велли. Это симулятор фермера с элементами РПГ, что достаточно необычно для моего канала, но игра обещает быть достаточно интересной. Я в нее ранее не играл, поэтому мне будет интересно узнать и разобраться, включить обучающие подсказки. Я думаю, что да, мне это пригодится. Для начала выберем вам ваш внешний вид и тип фермы. Когда закончите, я не прочел что. Ну, соответственно, я сейчас все это сделаю и покажу вам финальный результат. Так, ну я закончил. В общем, вышло у нас что-то вот такое. Я сделал себе такого аватара. Единственное, я не понял, что значит любимая вещь? Тут был такой параметр. Я написал зубная щетка. Первое, что пришло мне в голову, потому что я не знаю, как адекватно ответить на этот вопрос по-другому. И также в выборе ферм я выбрал, соответственно, стандартную ферму, потому что пока что я не представляю, как выбирать на каких-то других специфических. Ну, поехали. Так, я так понимаю, это кто? В пижамке с колпаком спит, я уж должен, и моему особенному внуку. Я хочу, чтобы тебе достался этот запечатанный конверт. Угу. Окей. Нет-нет, не открывай его пока. Потерпи. Дед просто спит или умирает? Я не понимаю, это завещание? А теперь слушай меня внимательно. Точно умирает. Копыта откидывает. Настанет день, когда груз современной жизни будто раздавит тебя. Деда, ты шо? И блеск в твоих глазах потускнеет от растущей пустоты. О-о-о-о. Беда, беда. Это уже, это конвульсии какие-то. Когда это произойдет, мой мальчик, тогда и настанет время открыть мой подарок. А почему он выглядит как-то, как Дед Мороз, но зеленый? Гринписовский какой-то, который против того, чтобы елку рубили. Двадцать лет спустя. Я не понимаю, что это было сейчас. Work. Джоджа. Join us. Thrive. Smile. You're with Джоджа. Улыбайся с Джоджа. Что бы Джоджа не означало. Так, а мы у нас, пока я себя не вижу. О, а вот и мы. Что-то как-то на миниатюрке я был посимпатичней. Или это не я? Это я. Какой-то, ну да. И шо? Я хочу пить. Окей. Нифера компьютеры у них здоровенные. Я ж туда влезть могу целиком. Это какой год? Так. О. Ты с собой письмо на работу брал, что ли? Алло. Серьезно? Вот пустой стол, представляете, на работе. Пустая тумбочка, ничего там нет, лежит письмо. Старое дедовское, которое он мне дал 20 лет назад. А надо его открыть. Дорогой Тимпос, если ты читаешь это письмо, значит, твое сердце требует перемен. Как поэтично. То же самое случилось со мной когда-то давно. Я потерял из виду то, что имело ценность в жизни, реальные связи с людьми и природой. Я бросил все и переехал туда, где действительно мое место. Я вложил душу в это место. Оно, моя гордость и радость. Ферма Тимпопо. Ничего умнее я не придумал, ребят. Она расположена в долине Стардию на южном побережье. Это идеальное место, чтобы начать новую жизнь. Кстати, Стардиевелли переводится как Долина Звездной Росы. Вообще очень поэтично, очень красиво называется. Это был мой самый драгоценный дар из всех, и теперь он твой. Я уверен, ты не посрамишь фамилию, мой мальчик, удачи. А я свою фамилию не знаю, только имя писал. С любовью, дедушка. Если Льюис еще жив, передает меня привет старику, хорошо. А, то есть, дед решил передать мне свою ферму. 20 лет назад он мне дал это письмо. Судя по всему, на смертном адре. И 20 лет эта ферма чахла. Без участия деда. Там куча сорняков. Там все, скорее всего, разрушено. Нужно будет ремонт делать, перекрашивать все. Новые овощи сажать. Новых животных выращивать. Там скелеты старых, трупики убирать. Хотя это с 20 лет они уже перегнили. Ну, тогда это хорошо. Тогда, значит, там почва полдородная. Значит, где-то нас подумал. Едем дальше. На автобусе мы едем по зеленой травке. О, какие это? Это Швейцария, что ли? Где вы видели такие пейзажи красивые? Ты что? Я имею в виду вот именно фон. Посмотрите, какие холмы зеленые. Прям вообще. Стар-де-Вэйли. Половина мили. Это Америка. Здравствуйте. Это USA. Потому что миль в Европе, насколько мне известно, нету. Везде километровая система исчисления расстояний. Вроде бы. Исправьте меня, в каких странах еще мили есть, кроме Америки? Может быть, в Англии? Здравствуй. Ты должно быть Тимпос. Ты очень догадлива, Робин. Я Робин. Я здесь плотник. Мэр Льюис попросил меня встретить тебя и проводить до твоего нового дома. Он сейчас как раз там прибирается к твоему приходу. Мэр Льюис? Прибирается в моем доме? А я тут большая шишка, судя по всему. Мне нравится эта игра. Ферма тут недалеко. Пойдем со мной. Пойдем. У меня вообще кто-то хипстера сделал. Чмошного. Сейчас мы тут порядок. Мы идем в эту деревню. Шоу, огурцы сажать надо. Сейчас мы все посадим. Сейчас все будет. Сейчас мы правильную травку тут и вырастим, ребята. Сейчас кальянчик на природе. Офигенно будет. А вот и ферма Тимпопо. Какое чмошное название? Я умираю просто. Зачем я так назвал ее? Я же теперь... Пить! Я пить хочу! Орет мой персонаж. Что такое? Ну да, заросла немного, но ведь подо всем этим беспорядком хорошая почва. Ай! А почему там капелька была? Ай! Это типа... О, господи! Это типа потный смайлик, да? Который такой, знаешь, нервничает и потеет. Такой, боже, боже, что случилось? Ааа, понятно. Если постараться расчистить тут все в два счета. Серьезно. За 20 лет. Тут такой сральник должен быть, извините за мой французский. В два счета расчистить. Тут неделя нужна и бригада таджиков. Вы че? Не, ну то, что я вижу, это вообще, ну как бы... Где разруха, где 20-летний застой? А, или мэр уже прибрался в моем доме, я не понял. Все, все сорняки выкорчевал? Если нет, я сейчас пожалуюсь в местную администрацию. Так вот, я не потерплю подобного. Пусть мэр приходит и лично вылизывает мне порог. А вот твой новый дом. Ну, старый новый дом, да. О, а вот и мэр, да? Здрасте. Это Льюис. Ага, наш новый фермер. Угу. Наш старый мэр. Здравия желаю. Добро пожаловать. Я Льюис, мэр города Пеликан. Тут одно название поэтичнее другого. Я просто в шоке. Знаешь, тут все про тебя расспрашивали. Я, я серьезно, я знаменитость. Я в этой деревне просто буду number one. Не каждый день у нас в городе новенькие. Это большое... Что, аж мэр пришел прибраться в моем доме. К каждому новенькому приходишь. Ну, конечно, работа у тебя не позавидуешь, друг. Сколько в этой деревушке-то людей? Десять, пятнадцать? Что-то такое событие. Так, ты будешь жить в старом домике своего дедушки. Правда? Дом хороший. Такой, знаешь, деревенский. Какие у него замечательные умозаключения. Деревенский, можно и так сказать, конечно. Ну, я бы сказал, что он, скорее, не Кокенский. Яма, ямарок подъехал в игре. Ямарочек, да, да. Ждали? Грубиянка. Аж подпрыгнул, ты глянь. Ты ее не слушай, Тимбос. Это она хочет, чтобы дом тебе не понравился. Чтобы потом предложить тебе ремонт. Ах, ты шкура ты продажная. Да, он ее раскусил. Ты глянь. Пфу. Не пфыкай тут на меня. Сейчас как пфыкну. Ну, как бы там ни было, тебя, наверное, утомил долгий путь. Ты отдохни пока. Где? В этом стральнике? Завтра советую походить по городу и поздороваться со всеми. Ну, смотрите, с вами двумя я уже поздоровался. Это уже половина города, как я понимаю. Вы можете за меня там привет передать? Мне как бы неохота. Я немножко социопатен. Им это понравится. А мне? А ты про меня подумал? А я не хочу с ними здороваться. Или это какие-то полезные контакты, типа, ну, Вась-Вась. Там связи всякие, да, да? Скидочку сделают. Ой, чуть не забыл. Если у тебя будет что-то на продажу, скидывай вот в этот ящик. Ночью я все соберу. Я просто в шоке от сервиса, ребят. И ей-богу, просто хочу продать что-то, закидываю в почтовый ящик. Мэр приходит ко мне лично, забирает у меня вещи. Относит, продает, приносит деньги. И все это пока я спалю. Я хочу переехать в эту деревню, где бы она ни была. Мне нужен этот ручной мэр. Он просто сказка. Ну, удачи. Удачи. Хорошо. Удачи мне пригодится. В Гадюшник меня, значит, завезли. И сейчас я должен тут... Первый вопрос. И самый важный, самый ключевой для этой игры. Вопрос звучит так. Где мы поставим кальянную? Для вас подарок. Нажмите на посылку, чтобы ее открыть. Давайте. Семена пастернака. Вы получили 15 семян пастернака. Е-мое. С этим начинать будет проще. Однозначно. Новые задания отображаются в дневнике. Нажмите на задание, чтобы взглянуть поближе. Там есть полезная информация. Начало. Если хотите стать фермером, начните со снов. Разрыхлите землю мотыгой. А затем используйте пакетик с семенами, чтобы посадить растения. Поливайте каждый день, пока урожай не будет готов к сбору. А игра... Она что, полгода я в нее буду играть? Ну, типа, или здесь оно по шустрику? Вырастите пастернак и соберите урожай. Это задача номер один. Первое знакомство. Будет вежливо с вашей стороны представиться всем в городе. Всем! Всем в городе представиться. Мне дали задачу. А, их всего 28. Это город? Вы называете городом, в котором 28 жителей? Что за задача? 28 людей нужно познавать. Так, стоп. Давайте пробовать. Давайте пробовать в это играть. Ходить тут так. Хорошо. Я собрал пастернак? Я собрал. Ну и беспорядок. Давайте приберемся. Давайте. Нажмите на траву, чтобы ее убрать. Убрал. Убрал. Землю надо... Для посева можно подготовить мотыгой. Она, я так понимаю, у меня всегда с собой в кармашке. Я парень хозяйственный. Все свое ношу с собой. Подготовьте участок для первых семян. Без проблем. Давай. Раз. А, все, готово, да? Хватит такого нам участка. Сколько надо? Отлично. Теперь пора сеять. Вопросов нет. Давай сеять. Где семена мои? Поехали. Пастернак. Все. Мы засеяли все пастернаком. Похоже, им хочется пить. В панели инструментов лезь и есть лейка. Так, давай польем. Как скоро они вырастут? Расти большой пастернак. Я, правда, не знаю, как он выглядит. Все. Ну, пойдемте рубить тогда. Я не знаю. Что нам нужно? Какая моя задача? Ну вот, все, ждем полгода или как? Вырастите пастернак и соберите урожай. Ну, я его посадил. Мои дальнейшие действия. На этом геймплей игры закончены. Я правильно понимаю? Можно зайти попозже. Когда он вырастет. Ну, пойдемте в город тогда знакомиться с людьми. Че? Че тут стоять-то? Так, это автобус. Куда он мне повезет? Подожди. Давай исследуем территорию. Надо знать, где мы находимся. А вдруг здесь дом маньяка есть? Надо сразу все это... Подметить все. Все и вся. Хелло, мазафака. Где вы? Давайте посмотрим на другие функции игры. Давайте. В инвентаре показаны, какие у вас с собой предметы. Перетаскивайте их. Спасибо, что очень быстро это закрыли. Эта страница с навыками. Их можно улучшить. Используя инструменты с собирательством, рыбалкой и драками. Тут драться можно. Это симулятор фермера. Правда? На странице общения показывают соотношения с вашими знакомыми. Здесь можно создавать вещи из предметов, которые вы нашли или вырастили. Рецепты новых предметов вы будете находить. Почему вы так быстро убираете текст? Я не умею так быстро читать. Перемещайте палец по карте, чтобы исследовать город Поликана и его окрестности. Успел. На странице коллекции показано все, что вы отправили, выловили, добыли, приготовили и обнаружили. Вы так хотите, чтобы я читал? Я не понимаю. Игра. Карта. Ты хлянь. А где я? Вот я. А где мой дом? А как приблизить? Я хочу кладбище. Кладбище. Так. Ну сейчас будем исследовать этот мир. А с кем мы будем драться? У меня вопрос. Как бы тут есть параметр атаки. Я хочу его вкачать и ушатать кого-то. Это предусмотрено игрой? Как мне поздороваться с людьми? Я могу зайти в дом? Я могу. Паровать. Пиздить можно что-нибудь. Насколько этот симулятор проработанный? Тихо. Меня сейчас спалит. Могу что-нибудь взять? Не могу. Лампу. Давай заберем лампу. Не берется. Кресло. Забираем кресло и валим. Нет, нельзя. О! Табель успеваемости. Имя Винсенс. Чтение 3. Правописание 2. Математика 3. Ё-моё. Тьфу. Какие плохие оценки. Даже я лучше учился. Я учился плохо. Физкультура 5. Ну, тут да. Тут очень похоже. А Вин славный мальчик, но ему не помешает учиться чуточку усерднее. Пенни. Отлично. То есть есть Винсент, есть Пенни. И их абсолютно не смущает, что я хожу по их квартире. О! Здравствуй, Винсент. Ой, незнакомец. Меня зовут Винсент. Какой ты дружелюбный парень. Тебя норм, да? Что я к вам домой пришел. Мама велела не разговаривать с незнакомцами, чел. Я у тебя дома сижу. Я перед тобой, за кухонным столом. Ну, ты можешь со мной не разговаривать, в принципе. Я не претендую на твое внимание. Ну, вы вроде ничего. Спасибо, парень. Ты тоже ничего. Пойду в твою комнату посмотрю. Твои игрушки покопаюсь. Ты не против, да? В кроватке твоей полежу. Мадам. Здравствуйте, Джоди. А, я вас не совсем так представляла. Но это ничего. Я Джоди. Здравствуй, Джоди. Тебя норм? Беляши мне приготовишь? А то проголдался с дороги. Че-че? 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 Я не прочел. Яйца, хлеб, морковь и молоко. Нет. Список покупок вы сами там покупаете. Я не для этого сюда пришел. Джоди еще не дружит с вами настолько, чтобы пустить к себе в спальню. Джоди. Джоди, дорогая. Давай познакомимся получше. Джоди, ну че ты? Давай поговорим. Джоди, пусти меня в спальню. Ну, мне же интересно, что там в шкафу. Ладно, идемте. Тут дети, не при детях. А ты кто друг? Сэм. Привет, я Сэм. Приятно познакомиться. А ты кем будешь для Джоди, уважаемый? Ты друг или конкурент? Я не понял. Так ну, ну пусти меня. Хочу в твоей комнате покопаться. Алло. Что за негазотеприимство? Винсент еще не дружит с вами настолько, что вы... Я не хочу к нему в комнату. К чему меня эта игра сподвигает? Или я слишком испорченный? Винсент не пускает меня еще к себе в спальню. Открыта дверь, бежим, бежим! Бежим! Да оно открыто! Я что, мне особого приглашения в спальню должен ждать? Ладно. Недружелюбная семейка. Так, я со всеми поздоровался, да? Здравствуйте, рада познакомиться. Лея. Принцесса или обычная? Кто там? Ты куда пошла? Стой! Стой, зараза! Хейли. О, ты тот новый... Ты тот новый мальчик с фермы, да? Мальчик? Я мужчина-женщина? Ой, я Хейли. Хм, если бы не эти ужасные шмотки, ты был бы симпат... Пошла ты в жопу. Художника обидеть может каждый. Я так вижу. Кто это? Стой! Мы с тобой знакомы? Стой, говорю! А, это Лея. Ай, господи. Сколько мне нужно людей познакомиться? Первое знакомство... Боже, еще 21 человек! Вы что, едите? Ладно. Тут-тут... Люди! Алло! Я в гостях у вас. Я могу пройти? Хейли еще не дружит с вами. Пиздец, тут меня... Только друзей в спальню приглашаю. Так а если, ну, типа, один раз с ней не друг? По лицу вижу, тебе обязательно понравится в городе Пеликан. По твоему лицу я вижу, что тебе тут очень нравится, дорогуша. Эмили. Если захочется где-нибудь провести вечер, заглядывай в салон. Я там работаю. Мне показалось, в сауну. Лучше бы ты там работала. Было бы поинтереснее. Так, хитокусты. Кацкая машинка. Швейная. От духовки пахнет свежими кексами. А можно их это, ну, немножко... Кстати, у меня есть инвентарь? Ну, ничего съестного нет. Соответственно, мне, как я понимаю, ну, симулятора жизни здесь нет. Типа, питаться, кушать мне не надо. Это хорошо. Голода нет. Жажды, наверное, нету тоже. А могу... А мне нужна карта, я потерялся. Так. Емать. Мне нужно весь город пройти. О, боже. А где наш дом? Я вроде вниз спускался, вверх, влево. Ладно, потом найдемся. Пойдемте по тропинке. Будем заглядывать каждому в дом. Тут, к счастью, у всех открыто, и все рады меня видеть. Кстати, я вроде бы читал, что в этой игре есть бракосочетание. То есть можно на ком-то жениться. Ну, раз мы играем за Забарни. Ага. И что для этого надо? Собственно, я бы... Я сейчас что сделал? Я полил реку? КПД моих действий нулевой. Ну, ладно. Как бы, когда скучно, чем в деревне не займешься. Можно и реку пополивать. Здравствуйте. Добро пожаловать в археологическое бюро Долины Стардио. Э, стыдно рассказывать об этом, но предыдущий руководитель сбежал со всеми экспонатами. У нас ничего нет. Охренительное у вас бюро. Но я надеюсь, в скором времени это исправить. Послушайте, если вдруг найдете какие-нибудь артефакты или минералы, дайте мне знать, хорошо? Артефакты или минералы? А я пойму, что я их найду? Что является артефактом или минералом? Здесь не хватает книги. Вот ты прям проницательный чел, он видит книжную полку и такой, тут точно не хватает книги. Тут промежуток? Так не должно быть. Перфекционист, видимо. А тут хватает книги? Тут все норм? И здесь книг хватает, да? Ладно, здесь не хватает книги. Окей. Окей, чел, вопросов нет. Я думал приебаться к нему, а тут он... Аргументы абсолютно железные. Я даже не знаю, что ему противопоставить. Джоджо Маркет. В магазине нажмите на прилавок перед продавцом, чтобы что-нибудь купить или продать. Стой! Шейн сейчас за работой. Не похоже, что он хочет поболтать. Да мне поздороваться с тобой надо. Задание-то... Скажи здравствуй. Про... Мне засчитало это? 10 из 18. Я не знаю. Если из этого кадра мне не засчитает задание, где он работой занят? Стой! Я тебя не знаю. Зачем ты со мной говоришь? Это тупо я. По жизни просто. Чел, извини, понимаю. Социофобия это дело такое. Иди в свой интровертный мир. Наслаждайся. Джоджо Кола за 75 монет. А сколько у меня монет? У меня 500 монет. 13 энергий, 5... Тут здоровье есть? Энергия? Меня могут ранить? Да с кем я сражаться буду? Это симулятор фермера или фэнтези-рпг? Может, тут еще и боссы есть, с которыми нужно в подземельях битвы проводить? Моррис. Добро пожаловать в Джорджа Март. Как поживаете? Полагаю, мы еще не знакомы. Я Моррис. Представитель отдела качества обслуживания. Джоджа. Когда вы решите стать членом Джоджа, я буду рад сделать этот процесс максимально приятным для вас. Здорово, что есть люди, которые хотят сделать мне приятно. А с мадамой мне не нужно поздороваться? Она же человек вроде. Эй, человек, поди сюда. Давай-давай-давай. Ну, скажи здравствуй. Просто здравствуй, и я выполню задание. Я же немного требую от тебя, женщина. 10 из 18. В смысле? А с тем парнем я же познакомился. А Моррис, это что, не человек? Что за дискриминацию, не понимаю. Или это не жители местные? Сейчас мы занимаемся внедрением новой членской системы для наших покупателей. Пожалуйста, приходите позже. Ладно, занятые люди. Занятые люди. Я не знаю, мне ничего не надо здесь, наверное, да? Чего это? А, кто-то здесь сидит или стоит. Джордж. Как же раздражает здороваться со всеми этими новичками, а? Зовут меня Джордж, кстати. А теперь отвяжись. Тьфу на тебя, Джордж. Просто тьфу. Вонючий. Зануда. Не хочу, что говорить. Чего у нас сверху? Трейлер. Я-то понимаю, тоже чье-то? Чего? Ребят, у вас... Это что, Гарри Поттер здесь живет? Я не понимаю. Что это? Ну да, там зелье какое-то. Слушайте, ну по-другому я не знаю, как это писать. А что он такой здоровый? Тут еще отдельная комната есть. Это человек? Он спит. Алло, выходи. Мне поздороваться с тобой надо. Алло. Тук-тук. Есть кто? Пенни еще не дружит с вами. Да я хочу просто... А можно через стенку? Ну здрасте, скажи. Алло. Привет. Привет. Скажи привет. Мне надо, чтобы засчитала знакомство. Где же я тебя потом найду? Дура спящая. Просыпайся. Я могу что-нибудь делать, чтобы она вышла? Там ящичками похлопать. Там дверью. Включи телевизор. А это что за зеленое? Я тут как-то не очень... Очень не очень. Или это он? Ночь. 20 вечера. Я просто не знаю. Тут есть ХП и есть параметр атаки. Поэтому я не всем понимаю, может ли мне ночью что-то угрожать. О, салон. Он закрыт, наверное, да? Нет. Бар работает. Хорошо. Тут как раз много заседа... Заседа тает. Клинт. Прям как пиво. Привет. Меня зовут Клинт. Содержательно. Здравствуй. Мы с тобой знакомы уже, видимо. Так, с тобой синенькой мы тоже знакомы. Блондиночка. Приветствую. Пэм. Здорово. Здорово, молодежь. Пэм меня зовут. Окей, Пэм. Будем иметь в виду. Гас. Ах, здравствуйте. Я Гас. Владелец и повар салуна. Завездная капля. Замечательно. О, чё это? Куда это? Куда это мы идём? О, аж... Это, я так понимаю, комната для свиданий. Дайте угадаю. Вот здесь у нас будут проходить свидания. В салуне. С местными барышнями. Гас ещё не дружит с вами настолько, чтобы пустить к себе в спальню. Ммм. Гас. Какой усатый мальчишка. Не пускает меня к себе в спальню. Негодяй. Музыкальный автомат. Тема при загрузке игры. Областная сторона. Какая? Облачная. Тема дедушки. А ну давайте. Тема дедушки. Автоматы. Можем сыграть? Путешествие короля прелий. Чего? Куда? Как? А чё делать-то? А-а-а-а! Я не был готов. Это удар в спину очень подлый. Сейчас. Блядь, ты... Тихо-тихо! Блядь. Угу. Не, ничего. Я понял, как играть в это. Сейчас, сейчас всё будет. Вниз. Вправо. Вправо-вправо-вправо-вверх. Вверх-вверх-вверх. Тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо. Сука Это была последняя моя жизнь, да? Нет, вот еще одна Добыч Я живу ровно секунду Конец игры, выход, нет, нет, не интересно А это что такое? На двери замочная скважина в виде черепа Так ну, и что? Ладно Так, давайте мы выйдем на свет Немножечко под фонарный Развернемся к нам лицом И, друзья, мы с вами попрощаемся на этом Потому что, ну, серия подходит к концу Напишите в комментарии, что вы думаете об этой игре Стоит ли пробовать в нее дальше разбираться Но ключевой вопрос, а что в ней делать? То есть, игры с открытым миром Они такие достаточно интересные Я, понимаете, за полчаса игры Или сколько я в нее играю С 16 из 28 жителей только познакомился То есть, еще дофига 12 человек где-то нужно найти Один из которых спит в этом В трейлере Мне его нужно разбудить и поздороваться Стой, здравствуй Привет Знакомый с тобой Ну, иди нафиг отсюда Это мне неинтересно В общем Игра забавная Игра интересная Ну, а вы пишите свое мнение в комментариях Друзья, я буду вам за это благодарен Если понравились Ставьте лайки Подписывайтесь на канал На группу ВКонтакте На наш Дискорд-сервер Ссылочки в описании под видео Всем спасибо Всем пока И удачи Субтитры сделал DimaTorzok